Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня такая опять веселая история. История, в общем, действительно, когда делали такие эксперименты там всякие с ПВХ трубами, ну, ожидаемо, но чтобы в таком большом количестве, честно вам скажу, это прям, ну не, на самом деле прикольно. Рычаги, там, карданы, все это когда делали, особенно вот когда сделали рычаги, они когда у нас не сломались, но было вообще весело, и прям уйма куча, там, триллион комментариев, да и в личку, да и везде, и на почту, в общем, везде писали, давайте теперь тогда баги из ПВХ труб, смотрите. Нет, это не то, что осталось со стройки, как думали многие, нет, это просто уже все дело было куплено специально, отдельно для того, чтобы мы могли, так сказать, побалдеть, поэкспериментировать. Все у нас практически готово, у нас есть двигатель, двигатель небольшой, двигатель вот такой, тут у нас наши конструкторы, художники уже этот, ну, в общем, короче, изображали, кто что умеет, чтобы было небольшое хотя бы понимание, как это сделать, да по факту стало очень интересно и любопытно. Да, там многие говорили, можно там стальной пруд ставить, чтобы туда-сюда, но это, это уже будет не то, это уже будет, скажем так, все-таки стальная конструкция, она несущая, а нам нужно сделать несущую конструкцию из ПВХ труб, поэтому давайте сломаем голову и все-таки сделаем баги из ПВХ труб, и чтобы она еще и поехала, понял, да? Грустно-грустно, в общем, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот смотрите, что у нас получается, вот у нас получился вот такой вот кузов для баги, но он еще не доделанный, полностью из ПВХ труб, видите, какой он балдежный, а заднюю тележку, ну что могу сказать, да, полностью сделать ось и подшипники поставить было некому, поэтому пришлось ну слегка чуть-чуть все-таки воспользоваться, так скажем, стальным профилем, небольшим швилируком, ну и в принципе, скажем все, ну и ось, конечно же, у нас стальная, потому что здесь и звездочки, и тормозульки, все, в общем, присутствует ровно здесь, но здесь прям по минимуму, прям по минимуму металла, чтобы его было как можно меньше, значит, все это дело вот установили, сделали также провал, чтобы нагрузка была у нас на сцепление меньше, все на цепях, все хорошо, такую схему мы уже испытывали, работает, она довольно-таки даже удачно, здесь у нас уже появятся тормоза, тормоза непростые, дисковые, все как положено, а, для нас все новенько, что тормоза появились, и сейчас нужно будет делать переднюю ось, но это давайте к этому чуть-чуть попозже, все-таки посмотрим, что у нас получилось именно с самим, скажем так, кузовом баги, но она полностью с ПВХ труб, вот, видите, все это замечательно играет, работает, и есть такой один момент, скажу вам сразу честно, высота вот эта, да, чисто теоретически ее можно было сделать меньше, но подумали что-то типа того, что все равно же это все-таки из ПВХ труб, должно быть какое-то кручение, вращение, чтобы все это дело быстро у нас не полопалось, ну, так мы посчитали, а пускай лучше будут длинны больше, для того, чтобы это все могло спокойно, свободно гнуться и не ломаться, не знаю, напишите, может быть, это и неправильно, Пик его знает, но мы почему-то подумали так, ну, и передняя ось, что у нас тут будет впереди, ну, впереди будет все, как обычно, у нас есть такие два колеса замечательных, ну, это от простого мокика, все у нас на пластике, единственное, что вот здесь пластик решили сделать все-таки стальные втулки, в общем, здесь будут ставить у нас такие скобы, для того, чтобы пластик не сгибало, не сжимало, чтобы они свободно ходили, сделали такие втулочки, ну, тут, соответственно, тоже стальные пластины, ну, опять же скажу, что тут всего металла вообще прям абсолютно по минимуму, ну, и, в принципе, все, тормозульки там готовы, рулевую, я думаю, сейчас быстренько соберем, ну, и завершить все-таки наш кузов до конца, потому что сейчас он какой-то незавершенный, видите, да, торцы, труп у нас голый, здесь никаких радиусов, ничего такого нету, ну, в общем, сначала, я думаю, все это дело надо поставить на колеса, а потом уже все-таки думать, чтобы стояло сидение, чтобы стояла уже рулевая, и потом уже думать, как туда можно будет пробираться, потому что тут не пролезешь, может быть, сделать, но здесь жесткость пропадет, в общем, все это еще у нас впереди, поэтому давайте все-таки ее доделаем, а потом испытаем. Погнали! ПОДПИШИСЬ! Ну и вот, смотрите, приехали мы на полигон, ребята, на чем мы там остановились? На том, что надо было сделать рулевую, в общем, как ни пробовали, как ни думали, что нам в голову не приходило, но и, в общем, получается, что с полипропиленовых труб собрать чисто все рулевое у нас, она очень плохо работала, прям, честно скажем, отвратительно, поэтому, ну, ладно, ну, что теперь уж, взяли маленькую реечку, поставили ее здесь на хомутике, снизу сделали поперечную, скажем так, жесткость, чтобы у нас колеса сильно не выворачивало, потому что, ну, все-таки пропилен, он не выдерживает таких нагрузок, но во всем остальном, как вы можете видеть, получилось очень даже хорошо, ну, чисто такие, знаете, не стали уже повторять там контуры багги, а сделали вот такой вот, скажем, типа у нас, он вообще весь целиком получился, как кокпит такой, сел в него, везде вокруг тебя есть каркас, то есть сидишь, чувствуешь себя довольно-таки уверенно, но еще не ездили, то есть на месте сидишь, чувствуешь себя уверенно. Как это все дело поедет, это сейчас мы узнаем. В общем, вся наша рама, она несет такую нагрузку, что она и крутится, и сгибается, и прогибается, и все нервности, думаю, будут очень даже хорошо сглаживаться, поэтому все это дело мы и сделали повыше, для того, чтобы все очень хорошо амортизировало. Самое главное, что у нас еще есть кнопка для того, чтобы аварийная, чтобы можно было вовремя заглушить двигатель, и все. Ну что, все готово? Поехали. Дальше. Ох ты, залази сюда. Так, половина сидушки выпало, ничего страшного. Она лишняя, забирай ее. Так, ну все, надо пробовать. Так. Но потихонечку. Почему? Потому что это все-таки испытание. Так, тормоза, все работает, все отлично. Ага. Пошло дело. Так. Ого, не, это весело. Медленно, конечно. Блин, еще витрина поднялся. Погода портится. Ну ладно, не беда. Страшно? Ха-ха-ха-ха. О-хо-хо-хо. Кто сказал, что это невозможно? Очень даже возможно. Ага, и тормозит. Все хорошо. А кто, говорит, что баги из полипропиленовых труб не поедет? Ну или из труб там ПВХ там, по разу мы же называли. Все едет, все отлично. Да, седушка так плавненько качается. Не очень, скажем так, приятно. Но это уже пофигу. Очечи, очечи надо, блин. Без очков, конечно, не очень, чтобы очень, но Угаю потихоньку операторов, я думаю, вы догадались почему. Вообще уехал от всех. О-о-о-о-о! Брят, прям неплохо! Ветер, как говорится, туда, именно туда. Вот почему Она так быстро не останавливалась Это я просто газ до конца не сбрасывал Вот в чем дело Боишься? Ага, нет, главное Вся рама, да, она Играет, и причем Очень даже хорошо Но это, кстати, даже Очень, скажем так Ну, по ощущениям Довольно-таки комфортно Потому что нету Когда напрямую подвеску все делаешь Все эти кочки отдают куда? Естественно, в спину Здесь же, за счет того, что У нас полипропиленовая труба Она играет Все неровности, скажем так Сглаживаются очень-то Очень даже хорошо Есть, конечно, вибрация От нее никуда не денешься Но она, скажем так Относительно комфортная И поэтому гонять на такой технике Можно, мне кажется, легко Не, на самом деле кайфовая Хоть и выглядит это все Смотрите, как Ну, скажем так Не очень надежно Но по факту Все очень крепкое И очень такое Достойное Довольно-таки Будете пробовать? Конечно Ну, давайте В общем, ребят, все едет Все хорошо Работает Прям очень даже замечательно Но я думаю, кто наблюдательный Заметил тут один момент Все-таки маленько с рулевым Ну, честно сказать Ну, накосячили Короче С углами было сразу понятно Что тяги рулевые Не надо ставить вперед То есть Вперед я имею в виду Центра оси колес Но поставили так Они ставили под большим углом И после этого Если честно При движении вперед Колеса начали Все-таки Это труба Полипропилен Это пластик Он мягкий И их начало Поворачивать Перекинули тяги назад То есть Поменяли колеса местами Как сделали по-правильному И получилось что? Получилось то, что сейчас В данный момент Рейку надо переворачивать То есть Если руль поворачивает в право Король поворачивается Колеса поворачиваются влево Ну и, соответственно Наоборот Но мы привыкшие К этому делу Ну, относительно Скажем так Потому что это уже не первый раз Катаемся Вроде все хорошо И вот Знаете какой Тут пришел Еще У нас есть вот такие Замечательные вещи Есть у нас вот такие трубы ПНД Все нормально У них тоже зацепа Никакого об асфальт Помните там уже Куда мы их только не ставили И что только мы с ними не делали И решили все-таки взять С собой пару кусочков И попробовать Поставить Их вот как раз Сюда К нам на багги И посмотреть Что же будет Я думаю вам это тоже будет интересно Нам это вообще очень любопытно Как это все себя поведет Поэтому давайте быстренько поставим Пока ливень начался Еще маленько покатаемся Я думаю все-таки Получится Пускай Не супер четко Там прям Вообще прям Профессионально Но какой-нибудь дрифт У нас сейчас Выйдет Ой Что-то как-то болтает Влево Вправо О чем речь Действительно Вообще Кошмар какой-то Ну Не Ну Ну как бы Привыкнуть то можно Ну Ого Все равно Очень непривычно Когда Знаете что происходит Когда рулем Тебя Поворачивается В другую сторону Это прям Очень Чтобы не очень Блядь Ну-ка Это вообще Потеря всего Потеря Потерь Все конус там Да Ай Ей Ей эти нет все-таки углы подвески дают о себе знать а вот так вот со стороны когда смотрят, говорят, что там такого сложного, он подумает, что его право все на солома, а вот на самом деле нифига ну так-то, блин, конечно конечно это капец это фигаска все на оборот мозг переключиться вообще никак не может прям реакции не те абсолютно что? а тут вообще проблема сразу граждан 2 раза 2 раз не просмотрите все 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 Слушай, я съездил на переднем приводном автомобиле, и думаю, сейчас он садит и покажет нам, как надо ездить. Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 И это просто замечательно. А мы все думали, что нифига не получится, что трубы не выдержат, но сколько мы с ними уже не занимались, показывает практика, что они очень даже надежные. Причем все вот эти места, пайки, пыли, сомнения, что, ну естественно, когда все это монолит, все это целое, жесткость одна. Когда ты спаяешь, жесткость немножко меняется. Причем все усилия на разрыв и все остальное. Но! Как вы видите, все выдержало. Все замечательно. Все просто, блин, классно. А вы просили, мы сделали, покатались, все нормально, ничего не сломалось, все хорошо, все замечательно. Поэтому у меня на этом все. В общем, вот такая замечательная у нас получилась конструкция. Выдержала, не верьте, сделайте сами. Убедитесь, что это дело работает. Ну, конечно, тоже поаккуратней все это дело желательно проводить. В общем, все классно, как всегда, на 107%. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Смотрите на нас, подписывайтесь или что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока. Так, ну что, кто еще?